Сельское хозяйство должно получить поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В Неницком округе одним из способов поддержки сельскохозяйственной отрасли станет льгота сельским аграриям на электроэнергию. Главы Неницкого округа и Архангельской области обсудили перспективы экономического сотрудничества. Встреча Александра Цибульского и Игоря Орлова прошла в Архангельске. Режим ограничения. Из-за подъема уровня заболеваемости ОРВИ в Неницком округе Роспотребнадзор ввел комплекс ограничительных мероприятий. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В России необходимо использовать не только зерновые интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства, чтобы результат блестящей работы производителей сельхозпродукции не обернулся для них новыми экономическими проблемами. О способах поддержки сельскохозяйственной отрасли заявил президент страны Владимир Путин. Как отметил Владимир Путин, государство должно поддерживать сельское хозяйство разными способами. По словам президента, среди механизмов господдержки существует субсидирование железнодорожных перевозок, а также поставки на экспорт. Есть другие инструменты поддержки. Настало время, когда их нужно использовать. Необходимо использовать не только зерновые интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства, с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами, отметил президент страны Владимир Путин. В Ненецком округе одним из способов поддержки сельскохозяйственной отрасли станет льгота сельским аграриям на электроэнергию. Законопроект о льготах по оплате электрической энергии, который расширит круг лиц, имеющих право на данные льготы, разработан по поручению в Рио губернатора Александра Цибульского. В частности, нормативный документ предусматривает введение льготных тарифов на электроэнергию в два раза ниже экономически обоснованных тарифов на сегодня для сельскохозяйственных производителей региона. Льготный тариф для сельхозтоваропроизводителей округа действовал до 2017 года. Это в конечном итоге привело к ухудшению финансово-экономического состояния аграриев, после чего в адрес главы НАУ поступило несколько обращений от руководителей сельскохозяйственных организаций. Александр Цибульский для решения данной проблемы поручил своему вице-губернатору Татьяне Лагвиненко проработать вопрос о возможности применения льготных тарифов для сельских аграриев. У нас округ особенный. Для нас собственная производство сельскохозяйственной продукции и развитие сельскохозяйственной отрасли является крайне важным. Это, с одной стороны, выполнение социальных обязательств, с другой стороны, это вполне конкретное развитие одной из важных отраслей экономики. Поэтому предусмотрите эти деньги в бюджете. Предоставление льготных тарифов для аграриев потребует выделения дополнительных средств из окружного бюджета на общую сумму порядка 27,5 миллионов рублей. Льготой смогут воспользоваться организации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также крестьянские фермерские хозяйства. Все они должны являться сельхозтоваропроизводителями. Поддержка будет распределяться по фактическому потреблению электричества по льготному тарифу 15 рублей за киловатт в час без учета НДС. Экономически обоснованный тариф на сегодня в два раза выше. Недополученную часть средств за электроэнергию ресурсоснабжающей организации будет возмещать окружной бюджет напрямую. Законопроект будет вынесен на очередную сессию собрания депутатов Ненецкого округа. Экономическое взаимодействие регионов и перспективы реализации совместных проектов обсудили в ходе первой рабочей встречи временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Ключевыми в ходе насыщенного диалога стали вопросы взаимодействия регионов в различных сферах от экономической до гуманитарной. У нас действительно давно и хорошо устоявшиеся отношения с вами личные, с Ленинским округом, который вы возглавляете. И я нисколько не сомневаюсь в том, что те совместные планы, задачи, которые стоят у нас между регионами, по сути дела, из одной семьи, будут реализованы и будут обеспечивать выполнение тех задач, которые поставлены президентом. Для нас майские указы – это важнейшая задача. Ну и, конечно, теми планами и построениями, которые мы формируем себе в рамках наших программ государственных, социальных и так далее. По мнению Александра Цибульского, два соседних района исторически, культурно и гуманитарно связаны друг с другом. Дело в том, что мы все понимаем, что современная экономика уже подталкивает нас к серьезной кооперации. И я считаю, что сегодня уже нельзя закрываться в рамках границ своих субъектов. И мы, конечно, должны искать максимальную выгоду от взаимодействия и дополнять экономический потенциал друг друга для того, чтобы иметь взаимную выгоду. Также в ходе диалога Александр Цибульский поблагодарил Игоря Орлова, архангельских медиков, за помощь, оказыванную жителям округа, пострадавшим в аварии самолета, которая произошла в декабре прошлого года в аэропорту Наринмара. В Наринмаре подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между Общественной палатой региона, Общероссийским движением «Чистые выборы» и Ассоциацией юристов Нинницкого округа. Этот документ предполагает организацию наблюдения на предстоящих выборах. После того, как представители общественных организаций округа пройдут обучение, они смогут стать полноправными наблюдателями на выборах президента России 18 марта. Общественная палата регионов наделили правом направлять общественных наблюдателей на избирательные участки во время проведения выборов президента. Соответствующие изменения в федеральный закон были приняты в декабре прошлого года. В Нинницком округе создана рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан. Мы направили запросы во все некоммерческие и социально ориентированные организации и в общественные советы при администрациях муниципальных образований на селе. На сегодняшний день все эти организации уже предоставили нам свои кандидатуры. Следующим этапом необходимо обучить будущих общественных наблюдателей, чтобы они могли профессионально оценивать все избирательные процессы, а сами выборы стали еще более прозрачными. Планируется, что в Нинницком округе специальную подготовку пройдут порядка 90 человек по два наблюдателя на каждый избирательный участок. Наша общая задача подготовить профессионально наблюдательные избирательные участки, которые смогут оценить состояние избирательного процесса, а также день голосования. Тем самым мы должны своей работой доказать и показать ту легитимность избирательного процесса, который у нас происходит. В день голосования общественные наблюдатели будут оперативно передавать информацию о ходе избирательного процесса на веренных им участках. Кроме того, каждый из них сможет получить необходимую юридическую поддержку, ведь к соглашению присоединилось региональное отделение Ассоциации юристы России. Региональное отделение Нинницкого автономного округа Ассоциации юристов России также будет участвовать в подготовке корпуса наблюдателей на выборы президента 2018 года и будет оказывать юридическую поддержку как в процессе обучения, так и в день голосования. Сегодня в Наринмаре состоялась рабочая группа, на которую утвердили список наблюдателей. Его направят в избирательную комиссию региона. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Нинницкая агропромышленная компания станет акционерным обществом. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Нинницкого округа Михаил Ферин. По его словам, вопросы, связанные со сменой формы собственности предприятия, станут главными на ближайшем совете директоров, заседание которого запланировано на 1 февраля. После оформления всех документов привычное название ГУПНАО АПК заменит новое акционерное общество Нинницкая агропромышленная компания. Как пояснили в профильном департаменте, новая форма собственности хозяйства даст больше возможностей для привлечения инвестиций на развитие предприятия, в том числе не только государственных. Кроме того, согласно закону об окружном бюджете, акционерное общество, собственником которых является округ, уплачивает в бюджет региона дивиденды с прибыли, оставшиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Авосы ныне там. Индивидуальные предприниматели рыболовы из Нинницкого округа продолжают искать решение своей главной проблемы – регистрации маломерных судов, используемых в коммерческих целях. Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел накануне в администрации округа. Обсуждение вопросов прошло с участием окружных депутатов, представителей окружного профильного департамента, контрольных надзорных органов и индивидуальных предпринимателей рыболовов. Из-за проблем с регистрацией плавсредств в российском речном регистре и получением соответствующего удостоверения окружные рыболовы вынуждены закрывать свои ИП. Процедура регистрации плавсредств в речном регистре обязательна для всех маломерных судов. которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве. Соответствующие требования прописаны в кодексах внутреннего водного транспорта и торгового мореплавания. Сложности в регистрации я никаких не вижу. Те, кто хотели зарегистрировать, кто хотят осуществлять вылов, они все это сделали. Закон действует с 2014 года, изменений никаких не было. Поэтому почему не читали, не принимали никаких мер? Я еще раз повторю, кто хотел, сделал все в свое время. У многих суда зарегистрировано с 2014-2015 годов. Они ловили и проблем у них никаких не было. Для регистрации плавсредства судоводителям необходимо обратиться в северный филиал российского речного регистра в Архангельске. Затем отправить свое судно в столицу Поморья. Как вариант, пригласить специалиста из Архангельска в округ, оплатив при этом командировочные расходы. Другой вариант обратиться к капитану Наринмарского морского торгового порта. По итогам 2017 года зарегистрировано 4 судна. К сожалению, информация, кто именно зарегистрировался, он не прислал, хотя обещал. То есть информация эта все равно дойдет. То есть 4 судна в 2017 году капитан морского порта зарегистрировал в государственном регистре. С постановкой на учет в речном регистре проблема рыбаков не решится. В соответствии с федеральным законодательством им необходимо будет сдать экзамен на право управления маломерным судном в условиях морского плавания, что влечет за собой новые проблемы. После долгой дискуссии участникам круглого стола было предложено несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Один из них – использовать для рыбной ловли плавсредства, которые не подлежат обязательной регистрации в речном регистре или перейти на любительский лов рыбы. С сегодняшнего дня в регионе начинает действовать комплекс мероприятий на период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За минувшую неделю в Неницком округе зарегистрировано 655 случаев ОРВИ. Львиная доля всех случаев – 507 в Наринмаре и поселке Искателей. Заболеваемость ОРВИ населения увеличилась по округу на 23,9%, по городской местности – на 34,5%. Превышение ПИД-порога отмечено в основном за счет роста заболеваемости респираторной вирусной инфекцией среди детей от 3 до 14 лет. Среди взрослых жителей округа показатель заболеваемости респираторной вирусной инфекцией остается ниже недельного порогового уровня на 14,2%. Случаев гриппа не установлено. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ постановлением главного государственного санитарного врача по Неницкому округу введен комплекс мероприятий на период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С сегодняшнего дня запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в первую очередь с участием детей. Запрещен допуск посетителей к больным, находящихся на стационарном лечении, а также в учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Медицинское обслуживание детского населения и беременных женщин должно осуществляться преимущественно на дому. В медицинских организациях и образовательных учреждениях вводится масочный режим. Вынесены рекомендации по использованию респираторных масок для сотрудников аптек, транспорта, предприятий общественного питания, торговли, культурно-досуговых учреждений, а также жителей округа. В детских садах должны быть ужесточены утренние фильтры при приеме детей. В школах и средних профессиональных учебных заведениях проводится ежедневный контроль за состоянием обучающихся с целью своевременного отстранения лиц с признаками респираторной вирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс в подготовительной группе ЦРР «Детский сад Радуга», первой и второй младшей группе ЦРР «Детский сад Солнышко». В Нинецком округе планируют вернуть стопроцентную оплату больничных. Соответствующую инициативу внес в собрание депутатов глава округа Александр Цибульский. Законопроект о доплате к пособию по временной нетрудоспособности работникам бюджетных организаций и госслужащим прошел общественное обсуждение и рассмотрен депутатами окружного парламента. Свои предложения к законопроекту направили администрацию округа, общественная молодежная палата при собрании депутатов, счетная палата региона, коллективы 4-й городской школы и детского сада «Радуга». В настоящее время доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществлением ухода за больным членом семьи или временной нетрудоспособностью беременной женщины, выплачивается за весь период в размере 50% от среднего заработка работника. На заседании комиссии депутатами принято решение вернуться к прежней редакции закона 2015 года, а именно к полной оплате листа временной нетрудоспособности всем категориям граждан без ограничений. Такое предложение поступило от временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Доработанный проект закона рассмотрят на предстоящей сессии регионального парламента. Планируется, что закон вступит в силу в феврале 2018 года. Студенческий десант высадился в окружной полиции. Всероссийскую акцию под таким названием организовали для наринмарских студентов. Ребята получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с их работой. Началось десантирование для 18 студентов из средних учебных заведений посещением отдела по вопросам миграции, где им показали всю процедуру оформления заграничного паспорта при личном обращении в отдел. Также ребята самостоятельно провели дактилоскопирование. Продолжили стажировку юной десанты в госавтоинспекции. В экзаменационном классе каждый подросток попытался сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения Российской Федерации. Закончилась стажировка в экспертно-криминалистическом центре управления. Ребята сами посмотрели, что лежит в чемоданчике эксперта. Им показали оборудование, которое используется полицейскими на местах совершения преступления для снятия различных следов, которые совершают преступники. Также в рамках данной акции совместно с Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» была проведена спортивный спартакиада «Студенческий десант-2018». Спартакиада проводилась по четырем видам спорта. Это мини-футбол, плавание, бег на лыжах и стрельба. Хорошие результаты в спартакиаде показали студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. В итоге ребята заняли второе место. Победителем в спартакиаде стали студенты профессионального училища. Награждение победителей прошло в торжественной обстановке. Сотрудники полиции поздравили студентов с Днем российского студенчества и пожелали ребятам успехов в учебе и выборе дальнейшей профессии. Кого-то удалось заинтересовать? Ну да, ребята говорили, что рассмотрят вопрос, родители пообщают с родственниками, чтобы поступать в профессиональные учреждения МВД России. То есть заинтересовались многие. Будем надеяться, что будут у нас новые кадры пополняться от нашего округа. В Наринмаре прошел турнир по мини-футболу «Будущее рядом». Соревнования состоялись в рамках проекта партии «Единая Россия. Детский спорт». В турнире приняли участие 4 команды из Наринмара и поселка Искателей. Всего около 40 юных спортсменов 2009-2010 годов рождения. Подобный турнир в Ненецком округе был проведен впервые благодаря партийному проекту «Детский спорт», который с 2017 года реализуется в нашем регионе. Он направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Турнир называется «Будущее рядом». Название турнира дано не просто так. Детички, которые занимаются спортом, будь то футбол, лыжные секции, волейбол, баскетбол. Эти маленькие наши друзья, так сказать, да, вот то, что они увидят, то, что они от нас подчеркнут, то, что мы им дадим, такими они вырастут в дальнейшем. И будут определять, соответственно, судьбу нашего государства, да, и непосредственно то общество, в котором мы будем жить. Поэтому цель – это, конечно, привить добро, взаимопонимание, доверие, уважение друг другу, да, путем соревновательного этого непосредственного эффекта, да, соревнований. Несмотря на юный возраст, футболисты показали отличную игру с опасными моментами и накалом страстей. Победителем соревнований стала команда «Дюдс Лейдер». Второе место досталось команде «Искателей». На третье место вышла команда «Норд». Это все новости на сегодня. Желаю вам приятного вечера. До встречи в эфире. Далее смотрите прогноз погоды.